Привет, друзья! Надеюсь настроение у вас действительно классное. Это вечер субботы для вас. Вы смотрите очередное компьютерное видео из города Белгорода. Компьютерная мастерская KPPC. Я Даня, оператор Антоха. У нас есть отсутствие Вани, есть еще отсутствие Сани. Но сегодня, я надеюсь, вы немножко насладитесь компьютерной эстетикой, потому что я даже присяду сейчас на Ване на место, его сегодня нет. Представьте, с переносной бани где-то в лесу с хорошими друзьями отдыхает. Иногда нужно расслабляться. Ваня себе это позволить может, поэтому я сегодня на его месте сижу. Последнее, что он делал, знаете, это как посмотрим, на чем оборвалась жизнь человека. Он проверял клиентский ноутбук, который нам подписчик прислал на ремонт. Это был розовый Sony. Он как-то у нас уже в кадре мелькал, который человек заклеил мадреизолентой, потому что мне на самом деле розовый цвет очень нравится. Но человеку посчитал, что это не по-мужски будет, и заклеил это все колхозненькой изолентой. Причем, смотри, сколько труда. Я в шоке, чтобы это все сделать. Это просто жесть на самом деле, чтобы такую красоту нанести. Но человек заморочился и все это провернул. Здесь мы перепаивали Родион, кадры которого вы сейчас увидите, как Сашка на инфракрасной станции. Немножко, в общем, эстетика, знаете, парящего флюса и осадящийся видеокарты Родионовского тоже увидите. И немножко, может, таймлапсов нашей работы. А после я хочу донести очень крутую философию мысль, которая у нас произошла буквально вчера в офисе. Я думаю, для вас, для многих это будет немножко полезности. Поэтому вам приятного просмотра. Наливайте, что вы любите пить. Кефир, молоко, чай, не знаю, кофе. Лишь бы ваша душа радовалась. И, конечно же, в бой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дай таку вопросу. Почему не закрываются сокеты или, допустим, крепление рам? Температурные режимы плавления этого пластика выше, чем на данной стадии сейчас у нас появится видеочип. Давай больше тебе скажу пояснение. Не потому, что они там выше и ниже. Потому что станция откорректирована так, что она не нанесет вреда остальным компонентам. То есть исключительно область? Да. Это дело просто практики, опыта и так далее. Потому что все это было специально, специально все годами отточено. 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 Видимо, даже на чипе китаец свою подпись оставил. Молодцы. Видимо, она гласит о том, что он тестировал этот чип. Сто процентов протестировал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А теперь мы сейчас расскажем трагическую историю. А теперь мы, друзья, подбираемся к названию этого ролика, к сути. То, что я сейчас хочу вам донести. У меня в руках штучки-дрючки. Ну, я подписал даже, видите, это блочок. Я думаю, все его узнали. Это блочок от старенькой зарядки iPhone. Написано 200k 225-20. Спасибо, что живой. Он немножко здесь подпален внутри. Это микро-USB. Вот такой длинный достаточно шнурок. Причем достаточно качественный. Слушай, это оригинал, да, судя по всему? Нет, 250 рублей оригинал стоить не может, да. То есть это какой-то китайский, ну скажем, не самый дешевый. То есть сечение у него приличное такое. Шнурочек мягенький. Вот, тоже посмотри. Попробуй давай навестись, Антоф, наверное. Видишь, как красиво все подпалило. Знаешь, почему это у нас подписано теперь как талисман офиса? Потому что спасибо, респект всем, кто вчера посмотрел стрим наш. Вы наверняка заметили, что он ввелся на мой телефон. Айфончик, который вот, кстати, лежит, заряжается. И расскажу, как изначально все было. То есть я, по факту, скорее всего, виновник всего этого торжества. Я взял дома вот эту зарядочку, блочок. Разбирал свой шкаф, нашел этот блочок. Это обычный китайский блочок, который заряжает, не знаю, вот у меня два телефона, один SE, а другой, как говорится, мой айфон основной. Вот, и я от него заряжаю, иногда периодически меняю телефон. Я от него микрофон? Да. Он торчал у нас, вот в нашем у нас есть хороший такой краун сетевой фильтр, мне нравится. Он так торчал. Антоха периодически его берет, заряжает наш звук, заряжает разные компоненты и технику. Как оказалось. Вот. В итоге, вчера перед стримом, как все было? Мы и говорю, давай, Антох, сегодня у нас будет хорошая сборочка. Я покажу, разберу. Железо мечты, собираюсь позастрять. И буквально подготовка перед стримом, она занимает, наверное, минут сорок, не меньше. Если по-хорошему. То есть выставить все оборудование, достать камеру, подключить к карте захвата Black Magic, которую мы арендуем. Выставить все провода, штативы, все это к УБСу запитать. То есть это реально минут сорок минимум настройки. Антоха возится, крутится. Где этот красавец по имени сетевой фильтр, который, Антох? Выкинул его туда? В нижнюю. В нижнюю. Давай я тебе тоже покажу. И вчера, как все это происходило. Антоха, я говорю, давай мы, потому что сменим кадр, не будем, как обычно, на диванчике стремить. Будем стремить как раз в мою рабочую область, потому что я хочу к тестовому стенду подходить, крутить, народу показывать. Поэтому мы достали вот такой сетевой фильтр, который, в принципе, был рабочий. Мы от него клиентский ноутбук периодически на пуфике тестируем. Протянули сюда. Господи, он до сих пор пахнет. Он лежал примерно вот так вот. Камера стояла, наверное, вот на штативе. Ну, предположим, да, вот так вот. Знаете, это расследование, если милым еще начертить условия. Камера стояла, то есть она была готова снимать, соответственно, приключения пятничных традиционных стримов. Вот. И все, что осталось, по сути, сделать. Уже стоял здесь карта захвата Blackmagic. Камера была, получается, это mini HDMI, подключена к этой карте. Вот. Но не запитан сам по себе Blackmagic. Правильно? Не, не, не. Он в самом последнем моменте подключается. Да, но не запитан, естественно. Blackmagic, да, был. И, естественно, чтобы камера во время стрима не разряжается, это все дело... Постоянно подключаем зарядку. Постоянно подключаем. И, дословно, как все это происходило. В какой-то момент Антоха втыкает, ну, как и все положено. То есть это абсолютно нормальная процедура. Не знаю, в какую точно, Антон, ты вот, ну... Первая, да? Антон вставляет потрясающий этот разъемчик вот сюда. Это все, естественно, питается. И камера, на которой, кстати, вот сейчас этот ролик записывается. На удивление, да, скажите, какого хрена она записывается. Антоха вставляет в разъем зарядки. И происходит по классике жанра хлопок. Хлопок происходит приличной силы. Завоняло конкретно все, потому что пробило прям существенно. Что мы видим? Мы видим прогоревший блок. Мы видим прогоревший шнур. И мы, не поверите, имеем сейчас... Антоха будет вставлять кадры, потому что мы отдельно их подснимем. Прогоревший разъем питания на камере. Камера тухнет практически сразу же. Я дословно передаю эмоции Антохе. Говорит, я убил камеру. Потому что шлепок был сильный, завоняло сразу же. Аккумулятор откидываем. Осматриваем это все дело. Безусловно, это все идет на память. На память жизни, на память опыта. И что мы имеем в итоге? Естественно, немножко так выдохнув, начинаем проверять камеру. Оказывается, что у нас разъем mini-USB, через который заряжается камера, не работает. HDMI, на который выводится картинка на Blackmagic, на карту захвата, не работает. То есть у нас прогорело непосредственно либо плата, либо контроллер, либо что угодно, разъем. Скорее всего, какой-то контроллер прогорел, который, безусловно, отвечает за передачу картинки. Отвечает за... Здрасте. Ну, сейчас прервемся, на секунду и продолжим. Боль всей этой ситуации заключается, друзья, знаете, в чем основная? Безусловно, да, мы имеем прогоревшие разъемы, прогоревшие блоки, шнуры. Боль заключается в том, что камера арендована. Камера не наша. Камера, по факту, скажем так, общего друга. Вот. Это означает, что... Что мы имеем? Мы имеем нерабочую технику, которая полноценно функционировать не можем. Благо, заранее скажу, да, камера включилась. То есть, она включается, если передернуть аккумулятор, она сама по себе включается и может даже записывать картинку. Но она не... А, даже уже без передерния, говорит, запускается. Но нет заряда, нет вывода как раз-таки для стриминга на внешнюю. То есть, у нас прогорела плата на камере. Это означает, что камера эта покупалась человеком за 160 тысяч рублей и она еще на трехлетней гарантии. Бессловно, случай это не гарантийный. То есть, если вы суете китайское говно, можно так выразиться, в дорогую технику и оно лопается, это виноваты вы, прежде всего, а не магазин или техника. К сожалению. Благо, камера вообще не умерла. Но мы имеем ситуацию, где, первое, очень дорогая техника не наша. Теперь полноценно не функциональна. Безусловно, мы человека сразу предупреждаем. И тут разговор короткий. То есть, человеку нам нужно купить новую камеру. Новую камеру по причине того, что не какую-то там бушную либо тушку, либо еще что-то. Вернее, можно тушку купить, поскольку живой объектив-то живой, ничего с ним не случилось. Но гарантия нужна. Потому что у человека камера на гарантии была, безусловно. По гарантии мы ее вернуть не можем. И это означает, что нам, так или иначе, бежать в магазин и сейчас брать новую камеру. Камера. Не знаю, Антоха, ты закрывал, не закрывал? Да. Камера вот такая. Мы тут лазили. Стоит сейчас 100. Вот такой комплект, как блажный человек, он брал за 160 тысяч рублей. Сейчас он стоит 143 тысячи рублей. Тушку отдельно можно купить в районе 135 тысяч рублей. Это Sony Alpha 7 Mark III. Вот такие цены на сегодняшний момент приходят. То есть мы попадаем, желая того или нет, на 140 тысяч рублей за одну только фотокамеру. Какие из этого плюсы? Плюсы в том, что свершилось то, что боится абсолютно каждый. То есть это, наверное, самый ужасный страх кого угодно. Оператора, хозяина камеры, что техника выйдет из строя или прогорит. Плюсы в том, да, мы это тоже пережили момент. То есть это уже прошлое, это уже опыт жизненный. Кстати, очень важный вывод нужно будет в любом случае сделать из этого момента. Плюсы в том, что когда мы купим камеру человека, у нас, безусловно, нам достается камера вот эта вот, трагичная. С историей, с чувством, так сказать, боли. Она нам остается, то есть мы на нее действительно можем... Можете нас заранее поздравить. Нам придется сейчас выложить очень круглую сумму из мастерской. Но зато у нас теперь есть собственная камера, которую мы вчера успешно спалили. Да, она не может вести стримы. Да, мы на ней по факту можем только записывать ролики, но это основные моменты. Со стримами мы как-нибудь разберемся. Это плюс. Минус еще один огроменный. То, что знаете, что самое интересное? Камера была подключена... Я же сказал вам ранее то, что она еще была подключена по HDMI-проводу к плате захвата. И самое грустное, то, что плата захвата... Не знаю... Человек говорил, что она бывала иногда глючила. Но, похоже, есть вероятность того, что плата захвата тоже вышла из строя, когда была подключена в месте камеры. Потому что вчера даже с другой камерой мы не смогли запустить стрим. То есть, у нас еще и плата захвата, которая... Сколько стоит, Антон? 38000. 38000 рублей. Тоже под вопросом, по какой причине сейчас придет ее хозяин, будет ее подключать, смотреть, тестировать со своим оборудованием. Возможно, мы еще попали на 38000. Плата захвата, которая также была арендована Blood Magic, чтобы вести стримы. В итоге мы имеем 140 рублей, плюс 38000 рублей. Это 178000 рублей. Спалились за секунду, если вы подключаете неоригинальный заряд, как хреновый сетевой фильтр в дорогую технику. Важные моменты, чтобы ролик не растягивать на целый час. Какие нужно делать его, друзья? Безусловно, это все абсолютно человеческий идиотский фактор. То есть, я не проследил, Антон этому значение не придал. Мы, как говорится, все заряжали и заряжали. То есть, кто может подумать, ты же никогда о плохом самом не думаешь. Но, если вы не хотите блочок за 200000 рублей себе, образно говоря, то рекомендации, любую технику. Это даже не рекомендация, это правило. Тоже касается и ноутбуков. Нам очень часто приносят спаленные ноутбуки. И я вам скажу, ну, минимум процентов, наверное, 30 по причине хреновой зарядки. Это факт. Хреново китайской универсальных зарядок. И мы всегда смеемся. Ой, глупыши, неоригинальную зарядку в ноутбук воткнули. Сегодня мы на их месте. Причем, одно дело ноутбук, который может стоить 10-20 тысяч рублей. Другое дело техника, которая в общей стоимостью под 180 тысяч рублей. Это куда более болезненно. Сумасшедший урок. Друзья, не используем ни в коем случае китайские блоки, китайские зарядки, шнуры и тому подобные вещи. Если мы работаем с профессиональным хорошим оборудованием, ну, чтобы не попасть на скругленькую сумму. Еще один очень важный вывод, тоже сделайте для себя. Понятное дело, это больно. День вчера был прекрасный. Я скажу вам, закончился он просто фиаско. Потому что вот в связи с этим случаем. Очень важный момент. Благо. Мастерская. Это больно. Это ощущается очень сильно. Но мы можем себе позволить буквально на следующий день пойти в магазин и купить новую камеру человека. То есть, очень важный момент. Если вы берете арендованные вещи, допускайте вероятность того, что что-то может пойти не так. Она может выйти, она может упасть у вас из рук. Может спалиться от зарядки, еще чего. Просто выйти из строя на ровном месте и вы за нее несете ответственности. То есть, что бы вы не брали там, не знаю, телефон, ноутбук чужой соседский. Потому что конфликты семейные очень часто бывают между людьми. Когда ты взял чужую технику, сломал ее и у тебя нет денег вернуть за нее. И ты начинаешь что-то выдумывать. Здесь всегда виноваты. Однозначно. Сразу берете на себя ответственность. Признаете свою ошибку, полную глупость. Записываете себе этот урок, там не знаю, ножом по линии судьбы. И больше такое не повторяете. Благо, возможность есть. То есть, мы можем пойти действительно не обидеть человека. Сразу вернуть ему эту камеру. Разберемся еще с картой захвата Blackmagic. У нас есть маленькая вероятность того, что с ней все нормально. Но, скорее всего, она тоже подпалилась слегонца после этого мероприятия. Потому что она была хоть и выключена, но подключена шнуром HDMI. А у нас плата и HDMI прогорела, как мы уже поняли, вероятнее всего. То есть, она картиночку не выводит с этой камеры. Вот. Поэтому, первый момент. Друзья, только оригинальные все вещи используем. Потому что спалить 200 тысяч вы не хотите за одну секунду. Используем только те вещи, которые мы можем полностью окупить. То есть, будь то вы берете машину у друга проехаться, будьте готовы, что вы по вашей вине попадете в аварию. То есть, вот такие вот фу-фу-фу-фу моменты, чтобы обезопасить. Я надеюсь, это видео хоть кого-то обезопасит и сделает, знаешь, даже если один не спаленный ноутбук будет по нашей причине, по нашему жизненному опыту. То есть, это будет замечательно. Используйте опыт других ребят. Еще есть у тебя, Антон, какие-то мысли приходили? Может, я их озвучу сейчас? Да. Я стоял здесь рядышком. То есть, я смотрел, как Антон это все подключает. Антон это подключал. И мы одновременно видели момент возгорания этого всего чуда. Что ты можешь передать друзьям? Передать только одно, что используйте то, что использовались и то, что работает. И, блин, хрен его знает. Короче, аккуратнее надо быть. Надо все-таки использовать оригинальные. Да. Тут ничего не скажешь. Я вам так скажу. Ну, смотри, я просто переживал, переваривал это. Блин, сто раз использовали этот сетевой фильтр. Я просто сейчас думаю, сколько раз я заряжал на этой зарядке микрофоны. Да. Я же их тоже подключаю через них. Вообще, там даже и мысли не было, что какая-то хероборина случится. В итоге, друзья, вчера по одному щелчку. Вот сколько у меня пятнашка стоит? 50 тысяч рублей со всеми колесами. У меня там резина стоит дороже машины. Вот. Но не суть. Я к тому, что, ну скажем, моя машина стоит 50 тысяч рублей. Вчера мы спалили больше трех моих машин. Вот. По одному щелчку. Это больно, это печально. Но главное в этом всем, безусловно, как я уже повторюсь, принимать на себя ответственность и видеть в этом всем позитив и хороший опыт. Слава богу, все живы. А Антоха не убился. И его не пробило целиком. Он живой, здоровый. Мы будем все равно продолжать. Вот такая вот история, друзья, получилась. Надеюсь, вы выводы тоже свои сделали. Мы свои лично по-любому сделали. Это ощутимо еще, когда сейчас пойдем покупать новую камеру человеку. Вот. Как-то так, друзья. Не все в жизни идеально. Хейтеры, если у нас такие есть, кто-то же иногда дизлайки ставит. Вот. Возрадуйтесь. Да, возрадуйтесь, друзья. Знаете, можете поглумиться, потому что минус 180 тысяч с компьютерной мастерской улетают на, так сказать, погашение простых опыта и человеческих глупостей. Все. Надеюсь, вы зарядились немножко болью, немножко позитивом от этого видео. Пусть у вас все будет хорошо. Никогда техника дорогая строй не выходит. Вы радуетесь жизнью. Делайте свои, исполняйте мечты. Мечтайте, действительно, о хорошем. И пусть вокруг у вас будут только одни положительные эмоции с небольшим контрастом, безусловно, преодоление каких-нибудь. Но максимально безболезненно. Все. С вами был Компьютерный Мастерская HiPC. Вот такой у нас получился субботний ролик. Завтра будет что-нибудь интересное, связанное побольше про компов. Покруть и, может, сборочку какую-нибудь соберем. Все. Напишите в комментариях, что вы думаете вообще по всей этой ситуации. Как бы вы поступили? Сбежали бы вы из страны, если бы у вас не было 180 тысяч, чтобы покрыть расходы, которые вы совершили? А, ну да, ты скажи сразу, что там будут писать насчет гарантии. То, что мы, скорее всего, по гарантии тоже придумаем. Мы, может быть, там все равно в любом случае там отправим. Как вариант. По гарантии возможно. Мы посмотрим. Но, опять же, вина тут наша. То есть, если гарантия прокатит, ну хорошо прокатит. Посмотрим, какая гарантия. Да, посмотрим, какая гарантия. Чего они застрахованы, чего нету. Это с этого момента мы и обсудим. Так что особо не застрять на этом внимание. Посмотрим, чем эта история закончится. В любом случае, можете поздравить нас с покупкой спаленной камеры. Слава Богу, что она снимает и делает самое главное. Это снимает видео. А звук мы можем записать и с нашего рекордера. Все. Еще раз всех спасибо. Любим, целуем, удачи вам. Друзья, берегите друг друга. Самое главное. Да, чудеса, друзья. Только что стала известна полная сумма, на которую мы попали. Потому что человек еще сказал, что, возможно, объектив тоже мог пострадать. Хотя он, в принципе, работает. Поэтому нам приходится покупать не тушку новую, а вместе с объективом. То есть полностью новую камеру. 145 тысяч рублей. Полностью новая камера мы выяснили. И около 30 тысяч рублей. Все-таки сдох Blackmagic. Тоже мы его убили. Карта захвата это. Еще плюс около 30 тысяч рублей. Плюс-минус копейки. Это сколько получается? 175. Ну, чуть дешевле, чем мы предполагали. Потому что думали, что Blackmagic дороже стоит. Но со скидочкой его можно... Да, но 175 тысяч рублей. Это финальная стоимость Пападоса. Чудеса. По-другому, друзья, и не скажешь. 175? У нас подписчиков на ютубе меньше. Ну, в принципе, если бы каждый подписчик скинулся по рублю... Шучу, конечно. Все, друзья, счастья вам, любви и всего хорошего. Будем дальше. Спасибо Антону, что второй день подряд нас с этими коктейльчиками будет. Все, заканчивай.